я делаю периодически обзор этого бренда и часто советую его как в подборках так и на подборах косметики в моем телеграм кстати у меня скоро начинается новый марафон розыгрышей так что подпишитесь на тележку там много интересного и полезного что касается медипил почему я окончательно обратилась в его веру это самый антивозрастной бренд то есть большая часть средств у медипил содержит активные возрастные антивозрастные компоненты напомню это ретинол и пептиды только это делает кожу более плотно и подтягивает также они включают состав активные растительные экстракты конечно это не про усиление тургора но про антиоксидантные свойства а это замедление старения и про работу над эпидермисом делая кожу гладкой есть также и неудачный на мой взгляд продукт о них я также расскажу обязательно чтобы вы не разочаровались потратив деньги и не получив результат будут и новинки да давайте уже начнем я подробно опишу для кого что подходит про основные компоненты обязательно буду опираться на свои ощущения это для вас будет наиболее полезным так как составу медипил все достойны внимания а вот как они работают на практике это показывает только практика я разбила обзор на две части чтобы видео не получилось слишком затянутым и каждое средство опишу как следует чтобы вы точно знали ваше оно или нет сегодня про очищение отшелушивания и тонизирования а во второй части будут сыворотки и кремы очищение я надеюсь что тех кто уже пользуется качественными средствами для очищения кожи достаточно много я правда на это надеюсь потому что качество кожи напрямую зависит от этого важного этапа крайне важно чтобы средство соответствовало типу кожи очищала качественно но не сушала меня в свое время очень расстроила их пенка с коллагеном относительно новая большущий объем но отдушка просто всех святых выноси и сушит и все потому что в состав включена меристиновая кислота и соль также вот эта пенка меня не впечатлила к сожалению 9 пептидов aqua essence cleaner я рассчитывала что она будет такой знаете вязкой тягучей я очень люблю такие текстуры они как правило не сушит но она пахнет мылом по крайней мере я его чувствую и также подсушивает но бренд сделал похожие выводы и следующие выпуски пенок и гели стали гораздо более удачными так что вы можете купить себе сухая кожа потрясающий просто гель из новой линейки с глутатионом и пептидами такой нежности даже моя искушенная кожа не знавала а нужны ли пептиды в очищении скажем так пусть будут а вдруг сработают а вот эта пенка с центеллы подойдет для комби и даже для жирной очищает отлично но и ухаживает в ее состав включены пилинг масла также ухаживающие масла пантенол и растительные экстракты а мою любимку похоже больше не выпускают но ничего и так есть чем поживиться в бренде не могу не упомянуть еще об одном великолепном продукте это уже дерма мэйсон линейка поясню что это такое это премиум серия бренда midi пил созданная совместно с германией по новейшим биотехнологиям это такой вязкий приятно алювидически пахнущий гель который при нанесении на кожу прекрасно эмульгируется и это люкс для комбинированный даже для проблемной кожи очень бережное очищение при этом эффективное единственная его проблема эта твердая банка она не поддается совершенно надавливанию при этом гель густой и не слишком быстро выходит как нам хотелось бы поэтому решением будет докупить дозатор он скорее всего понадобится ну благо продается и стоит недорого далее о еще более прекрасном кислородные средства я обожаю пузырьки после них кожа выглядит здоровой и дышит есть для всех типов и потребностей кожи глубокое очищение плюс детокс для жирной кожи а также для комби с воспалениями содержит кислоты кто-то применять ежедневно но если себум не слишком активно выделяется то одного-двух раз в неделю будет достаточно потому что это глубокое очищение слишком часто применять его не стоит чтобы не нарушать микробиом кожи и очень приятная также с кислотами и центеллой но еще и с пантенолом то есть не сушит фика циканол b5 это линейка не такое активное очищение я имею ввиду для жирной комби с воспалениями будет маловато черные точки скорее всего у вас не уберет а вот комби с сухими участками также нормальная сухая кожа это очень полезный очень бережно очищающий продукт назову его легкий детокс вот примерно так и горячая новинка с витамином c и пептидами экономичный расход просто мега экономичный поэтому начнете пользоваться буквально чуть-чуть надавливайте иначе у вас такое пузырение такая пена будет на лице потом трудно будет это все убирать наносим распределяем смотрим как начинают появляться пузырьки массируем где-то до одной минуты и смываем если первое средство показано применять один-два раза в неделю или даже реже посмотрите как оно на вас работает опирайтесь на ощущения кожи и далее подстраивайтесь у вас будет свой график а остальные вот эту парочку применяйте хоть ежедневно в вечерней рутине они не сушат витамин c кому хочется тонизирование а цинтелла больше подойдет тем кто хочет успокоить кожу отшелушивание также важный этап один-два раза в неделю и кожа будет гладкой отличная пилинг скатка с центеллой прекрасно скатывается содержит кислоты но не сушит очень качественное отшелушивание и настоящий эффект кожи по-корейски чистенько и сияет и напоминаю чтобы скатывание было активно кожа должна быть сухая и ваши руки также наносим массируем в течение одной трех минут акцентируем свое внимание на т-зоне а по щечкам аккуратненько сильно не надавливаем проходимся далее умываемся теплой затем прохладной водой и спонж вам поможет ускориться если что если же у вас кожа жирная или комби да и всем кто хочет качественного отшелушивания и очищения энзимная пудра просто хитяра непризнанный гений потому что хитом является ну у обывателей пудра от by wish трин с содой я ее также часто советую а вот эту я что-то подзабыла но состав у нее просто отличный она гораздо более деликатная не сушит но чайное дерево против воспалений центелла и энзимы про то как применять этот вид продукта я имею ввиду энзимную пудру вы подробно узнаете из моего телеграм так что приходите сухая и нормальная кожа маска очищающая и детокс со спикулами и пептидами мой маст хэп просто супер средства спикулы помогают всему полезному глубже проникнуть в кожу самое главное это правильно применять умылись протерли кожу тонером далее наносим маску равномерно распределяем избегая области вокруг глаз конечно по мере проникновения маски в кожу слегка придавливайте ее ладошками и смывайте спустя 15 минут тогда увидите что лицо будет сиять свежестью выглядеть здоровым таким протонизированным рекомендуется использовать один два раза в неделю отличный продукт для взрослой кожи после она остается увлажненной нисколько не пересушенной переходим к тонерам с цинтеллой и кислотами подойдет тем у кого есть воспаление но и обезвоженность присутствует а также любому типу кожи если хотите тонизирования отшелушивания кислотного но при этом щадящего в целом все кислотные средства медипил обладают этими качествами то есть не сушают великолепный для жирной кожи тонер с яблоком точнее с кислотами зеленого яблока а также зеленого мандарина на фото он выглядит таким маленьким бочонком по факту это довольно солидный бидончик 50 50 500 миллилитров мягкий но эффективный снижает выработку себума стягивает приятно пахнет лучший на мой взгляд для жирной кожи прокислотные сыворотки отшелушивающая ампула с кислотами цинтеллой на ночь ее наносим при точечных воспалениях на утро высыпаний нет и не пересушит при более активных же высыпаниях лучше применять состав более концентрированный например гель с гликолевой кислотой 15 процентов от edge skin decision очень удобен в использовании наносим прямо в процессе принятия душа или просто при умывании для усиления эффекта можете подержать средства 2-3 минуты потом обильно смываем прохладной водой гликолевая кислота входящая в его состав способствует и отшелушиванию омертвевших клеток и борется с воспалениями и это делает лицо более свежим а кожу более здоровой и обновленной также он убирает легкую пигментацию и готовит кожу к последующему уходу идеально подходит для подростковой кожи сакна меня часто об этом спрашивают и внимание средства предназначены для использования не только на лице но и на теле поможет избавиться от гусиной кожи от проблем вросших волос после процедуры эпиляции вы сами удивитесь какими гладкими станут ваши ножки рекомендую однозначно это средство к применению и после того как подготовили кожу к последующему уходу с помощью геля с гликолевой кислотой наносим тонер с нейтральным составом а далее сыворотку с пептидом матриксил очень хороший процент пептида в количестве 2 плюс средство очень хорошо увлажняет не перегружает кожу подходит для любой практически и все ссылочки на эти два средства вы найдете в описании как и на все средства которые я показываю видео также для жирной и комби кому нужно мотирование мист с маслом чайного дерева содержит еще салициловую кислоту и очень удобно иногда не тереть кожу ватным диском орошать ее легкой дымкой для сухой кожи также есть мист это просто супер это увлажнение и анти-эйдж просто мега продукт еще и обладает осветляющим действием это из их линейки меланон x с липосомами и это очень глубокое увлажнение липосомы помогают всему проникнуть глубоко в кожу летом с ним и сыворотка не нужна тонер мист и крем пептиды конечно есть еще тонеры мне не нравится лично вот этот с пептидами он какой-то скользкий такое ощущение что не справится с функцией бустера то есть утягивателя последующего ухода в кожу у меня будет обзор нового бренда так вот там есть похожий по текстуре но впитывается великолепно следите за моими видео к тому же он стоит довольно бюджетно и совсем другое дело вот этот тонер с центеллой он просто шикарный для сухой кожи для обезвоженной он слегка густой прямообразный наносим руками отдушка травяная своеобразная слегка похожая на дуванчик но он разглаживает питает и не жирный на шею также наносим работает великолепно если пигментация и сухо то тоник с глутатионом ласковая текстура молочного цвета увлажняет делает кожу мягкой сто процентов постепенно будет осветлять преобразить даже взрослую кожу даже если ей 70 лет пептиды есть с валюфилином тонер слегка гелеобразный из линейки бортекс интересен комментарий к нему магазине школе шок мол чего вы водите народ заблуждения там валюфилина нет на что представитель магазина совершенно четко правильно ответила тонер содержит валюфилин в составе он отмечен как экстракт корня анаморены именно так я рассказывала об этом компоненте в телеграм как мне кажется на коже после нанесения он ощущается довольно легким но вы должны любить гелевые увлажняющие тонеры если у вас тусклая кожа при этом вы любите розу однозначно рекомендую вот этот с розой ретинолом и коллагеном жирный он также понравится но подойдет всем кроме чувствительной кожи роза вообще для чувствительной противопоказана а так он представлен целой линейки они в следующем видео там есть и сыворотка и крем и они довольно таки такие ядреные но эффективные а вот для чувствительной для обезвоженной тусклой я очень рекомендую тонер с комбучей для всех типов обезвоженной кожи он постепенно выравнивает по тону даже следы вот так на осветляет двухфазный поэтому перед нанесением хорошенько нужно встряхнуть кстати для молодой комби с сухостью как самостоятельное средство подойдет будет увлажнять и перенасыщение не будет ну и омолаживающий тонер со стволовыми клетками из анейки цел токсин дермажурс вроде легкая текстура но напитывает очень хорошо ложится тонко уберет все шелушение конечно мощный антивозрастной состав линейка в которой он представлен это легенда это знаете такой сансей в антиэйдж уходе качестве витанизирования также можно применять пилинг пэды медипил есть центелла и для сияния с витамином c в нем облепиха цедра лимона 24 процента составляет только облепиха так что сияние точно обеспечено я обожаю пэды с пилинг маслами ну а центелла плюс пантенол это для тех у кого кожа чувствительна и с покраснениями пэды это для многих не совсем понятный продукт зачем он когда есть тонер и пилинг скатки скажете вы я бы так ответила это тот же по сути эффект если мы умылись протонизировались нанесли пилинг скатку но от пэдов он намного более выраженный эссенция всегда очень концентрированная а шероховатая сторона подушечки обеспечивает отшелушивание после некоторых пэдов нужно умываться после этих нет считайте что вы нанесли тонер то есть умылись и пэд тонер в этом случае не нужен далее сыворотка или даже можно пропустить этот этап действуйте по ощущениям и закрываем кремом ну что на этом я сегодня наверное заканчиваю еще раз напомню очищение отшелушивание и тонизирование это важнейшие этапы ухода за кожей ваши средства должны быть качественными подобранные по типу кожи по проблеме кожи тогда дальнейший уход сработает правильно и во втором видео который выйдет в конце этой или в начале следующей недели будут эссенции сыворотки и крема и чтобы вы понимали насколько эти два видео будут вам полезны во первых я все протестировала на себе в течение нескольких лет а что то есть моем постоянном уходе что-то я повторяю по несколько раз во вторых я тщательно выверила какому типу кожи подойдет то или иное средство так что вы можете подобрать для себя идеально во второй части я также все подробно распишу всем желаю удачи в выборе средств вы обязательно достигните желаемого результата это более чем возможно всех по традиции целую и до скорых новых встреч а